Адвокат Бешимбаева Еруан Газымжанов считает, что его подзащита не заслуживает сурового наказания, об этом он рассказал корреспонденту после судебного процесса. Считает, что несправедливым наказанием для Бешимбаева будет мера, не связанная с убийством, потому что он предполагает мотив и выгоду для виновного от смерти человека. В этом случае следствию и всем очевидно, что никакой выгоды от смерти Нукенова для Бешимбаева не было. У него не было мотива, заявил адвокат. По его мнению, не каждая смерть должна квалифицироваться как убийство. Есть другая альтернативная статья – причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшая смерть, срок от 8 до 12 лет, с конфискацией имущества или бестаковой. Также есть причинение смерти по неосторожности, срок которого составляет до 3 лет либо лишения свободы на тот же срок. Он не должен быть осущен по статье убийства, также нет истязания, уверен он. По словам Газымжанова, Бешимбаев не хочет избежать наказания полностью, а лишь желает получить справедливый срок. Адвокат заявил, что абсолютно не согласен с призывами казахстанцев дать Бешимбаеву пожизненный срок. Вспомним дело Владислава Челаха, который признали виновным в убийстве 14 служивцев и егеря на пограничном посту Аркан Киргений в мае 2012 года. Посмотрите, сколько людей убил он, ему дали пожизненное, а здесь семейный бытовой конфликт, и люди требуют аналогичного наказания. Получается, вы требуете такой срок только потому, что он раньше был чиновником? Это преступление не должно понести за собой такое наказание. Как пожизненное лишение свободы? Это будет большой ошибкой, добавил он. Газимжанов придерживается такого мнения, что на камерах видеонаблюдения в ресторане Бао нет момента убийств. Между тем, накануне во время судебного процесса были продемонстрированы кадры, где Бешимбаев избивал салтанатну Кенову, а затем за волосы задащил в кабину. Больше она из нее не вышла. Напомним, о задержании куландыка Бешимбаева стало известно 9 ноября 2023 года. В одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась салтанатну Кенова. Гражданская супруга бывшего министра национальной экономики Бешимбаева обвиняют по статьям убийства, совершенного с особой жестокостью и истязанием. А его брата Бахаджана Байжанова в укрывательстве преступления и недонесении о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении. Куандык Бешимбаев уже отбывает срок за уголовное преступление 14 марта 2018 года. Его приговорили к 10 годам лишения свободы, а 25 сентября 2019 года он вышел на свободу по условно-досрочному освобождению. А как вы считаете, дорогие зрители? Напишите свое мнение в комментариях.